В 6000-м Тадж-Махале все билеты уже проданы. Придется делать дополнительный концерт. 17 октября всего на 4 дня в Америку приезжает сама Алла Пугачева. Соотечественники Аллы за океаном ждут ее с нетерпением, а вот некоторых журналистов с удовольствием бы растерзали. И действительно, какая же это свобода слова? Петь дифирамбы одноразовым певичком и портить настроение своими глупыми намеками кумиру многих поколений. Впрочем, Алла Борисовна говорит, что не обижается. Что же делать? Вокруг Большого Света всегда крутится множество мелких паразитов. Сплетни приходят и уходят, а Пугачева остается и блистает. Последние новости о российском турне. Алле Борисовне, безусловно, было непросто. Прежде всего, наверное, потому, что недобрые журналисты весьма и весьма нелестно отзывались о ней, как о певице и как о женщине. В самый разгар гастролей очень не кстати разразился финансовый кризис. Концерты, особенно в середине августа, были под угрозой срыва. Из-за тяжелой экономической ситуации кое-где не удалось продать билеты, ведь их цена доходила до двух тысяч рублей. Я так и должна стоить, потому что ваша народная артистка не может меньше стоить, чем Тон Джонс, народный артист Америки, Тина Тернер и, не знаю, Даяна Росс. В Череповце раскупили только десятую часть билетов. Концерт отменили, а вот деньги за билеты местная фирма не вернула. Оказалось, мошенники. Противоположная ситуация была в Откарске, Саратовской области. На концерт продали больше билетов, чем было мест на стадионе, но в давке пострадали несколько человек. И все же Алла Пугачева блистала. Это уже не концерты и выступает непопулярная бевица. Это драматические моноспектакли. И на сцену выходит актриса. На сцене нужно быть более матерой, более какой-то такой даже чуть поношенной, потому что образ той программы, которую я несу в избранном, это песня как бы умудренной женщины. Каждый вечер Пугачева занималась сексом. В том смысле, что по ее собственному выражению сцену Алла Борисовна воспринимает как мужчину. Бывало, что Пугачева уходила с концерта неудовлетворенной. Причины были разные, но чаще всего не пугачевского качества звука. Ей пришлось даже провести воспитательную работу со звукорежиссером. На следующий день всем известный голос зазвучал идеально. Почти в каждом городе певица представляла новые песни. И ни один концерт не был похож на другой. Публика рукоплескала. Что такое для меня триумф? Это прежде всего единение душ артистов и зрителей. Это состоялось. Впервые в жизни на стадионах меня вызывали на бис. У меня этого в жизни не было. Это взаимное восхищение, это то, к чему актер стремится. И если я этого достигла, то больше награды для себя я и не желаю. Для питерской публики Пугачева припошла что-то особенное. Впервые за много лет она решилась исполнить «Орликина», песню, с которой началась ее карьера суперзвезды. Впереди еще выступление в престижных залах Нью-Йорка, Чикаго и Лос-Анджелеса. В ноябре Москва и большой творческий отчет. Два часа разных эмоций, порой полярных. Два часа песен, которые может спеть только Алла Пугачева. Георгий Цехисели, телевизорная служба новостей. Это были самые важные новости недели. Такие, какими захотели увидеть их вы, наши телезрители.